Причина в расстановке сил во власти, в самой структуре режима. В Казахстане долгое время все решают силовики. Такаев – карьерный дипломат. Он прекрасный человек, но у него нет реальной власти. Он не в состоянии контролировать силовиков и спецслужбы. Запрос о вводе сил ОДКБ, возможно, был решением Назарбаева. Одновременно власти Казахстана могут сомневаться в лояльности собственных силовиков. Были сообщения о переходе служащих правоохранительных органов на западе Казахстана на сторону протестующих. Произошло то же, что случилось с Лукашенко в Белоруссии. За помощью к России обратились, чтобы обеспечить верность собственных силовиков Такаеву. Но россияне вряд ли будут участвовать в спецоперациях со стрельбой. Это будет крайне непропулярно в России и вызовет возмущение в Казахстане. Зачем мы действительно должны пристально следить? Это концентрация российских сил в северных областях Казахстана, где большая доля этнических русских. Националисты давно призывают присоединить эти регионы к России. У России появляется отличный шанс разместить постоянно свои силы в этом регионе. И это еще одна причина для опасений многих казахстанцев после запроса о помощи России. Российская так называемая миротворческая операция направлена не только на то, чтобы сохранить у власти Такаева, и для того, чтобы обеспечить сохранение влияния России как минимум на прежнем уровне, или даже увеличить в результате ввода сил. Это наиболее вероятный сценарий. Введение сил ОДКБ одновременно позволяет справиться с волнениями и беспорядками и ликвидировать угрозу российскому влиянию, как ее видят в Москве, со стороны Китая и США. Самый большой риск для Путина – правительство в Астане, которое услышит мнение многих жителей Казахстана, которые совсем не хотят быть ближайшим союзником России. «Также господин Путин, как мне кажется, опасается очередного свержения народом непопулярного авторитарного лидера, которое могло бы послужить примером для россиян. Путин отправляет, так сказать, миротворцев, точного числа которых мы не видели. Звучат оценки от 3000 до 13000 военных, которые должны справиться с задачей. Если нет, им придется послать 20, 30 или 40 тысяч военных, а это заставит перебросить часть сил от границы с Украиной. Потому что наращивание группировки в том регионе происходило, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговоры с Западом, в то время как происходящее в Казахстане может стать провалом России в гибридной войне, привести к значительному подрыву интересов, позиций и влияния Москвы. Так что полагаю, что Путин видит это как операцию по предотвращению этого. И это может несколько снизить давление, оказываемое Россией на Украину сейчас.